Всем привет! Как настроение ваше? Как дела? Сегодня я вам хотела бы рассказать историю одного из моих пациентов. История интересная, поэтому кому интересно, послушайте, пожалуйста. И, возможно, даже кто-то из вас сделает для себя выводы. Мой пациент, с которым, кстати говоря, у меня только что был визит. Вот, значит, мой пациент, мужчина, 75 лет, очень активный, очень положительный, очень, в общем-то, в хорошей физической форме. У него свой дом, он содержит свой дом самостоятельно, живет он на берегу озера со своей супругой. У этого мужчины, получается, у моего пациента, у него все было замечательно. Единственная проблема, которая у него была, это то, что он периодически терял равновесие. По его словам, значит, по тому, как он описывал, это были такие незначительные пошатывания тела, и периодически, не всегда, а так, время от времени. То есть, бывало так, что он идет, и, знаете, так, вроде бы как поведет в сторону тела, то есть, такой небольшой потерей равновесия. Потом говорит, вроде так, раз, снова поправлю себя, и снова все нормально. Случилось так однажды, что он, одевая носки, либо тапочки, я не помню, что он там одевал, по-моему, носки он сказал одевал, он одевал стоя, и, знаете, так, остался на одной ноге и упал, потерял равновесие и упал. Вообще, вы знаете, вот эта привычка, больше даже пожилых людей, одевать обувь, либо одевать носки стоя на одной ноге, это не очень хорошая привычка. Поэтому, если она у вас есть, не знаю, если тем более у вас есть потеря равновесия, пересмотрите свою привычку. Хотя, кстати говоря, вы знаете, что вот этот момент одевания, то, что некоторые, ну, не некоторые, а в некоторой литературе я уже несколько раз встречала вот эту рекомендацию, одевать носки стоя, либо обувь стоя, потому что это типа того, вы как бы бессознательно работаете над своим равновесием, потому что вы остаетесь как бы на одной ноге, да, так вот, и в то же время, вроде бы, вы не делаете упражнения, но вы и делаете упражнения, укрепляете свое равновесие. Но оно, может быть, так и есть для человека, у которого там в хорошей физической форме, знаете, там молодой, там 40-45, не знаю, у которого хорошее равновесие, которое не падает. Но эта рекомендация, кстати говоря, она совершенно не подходит там людям, там, я бы сказала, 50-е плюсы, у которых наблюдаются уже проблемы с силой в ногах, проблемы с равновесием и так далее. Но это так, небольшое отступление. Так вот этот мужчина, не знаю, может быть, он и знал об этой рекомендации, но у него, он вот одевал носки, получается, стоя, он упал, он упал, получается, нога у него вывернулась наружу, то есть произошло сгибание в колени, и бедро, часть вот этой ноги вывернулась наружу, и случился перелом, перелом бедра, причем перелом такой, плохой перелом, перелом нижней части бедренной кости. Ему, его поставили на растяжку, положили, вернее, на растяжку, он лежал на два дня, два дня, вернее, лежал, растягивали ему, получается, потому что перелом был со смещением, то есть нужно было выровнять кость. Потом ему сделали операцию, ему вставили вот этот тиж, не знаю, как сказать правильно, ну, у нас называются титановые стержни, наверное, титановые стержни ему вставили, сверлили ему, получается, через колено заходили, и в итоге у него сейчас перелом бедра, плюс у него две недели стоял вот этот ортез на ноге, потому что, на колене, потому что ему нельзя было сгибать колено. В итоге сейчас, получается, у него уже две с половиной недели после операции, ортез мы сняли, так как врач рекомендовал ношение ортеза только две недели. Две недели прошло, мы ортез сняли, начали потихоньку сгибать колено, и вот здесь, кстати говоря, я вспомнила вот многих тех, которые мне пишут на канал, у которых была рекомендация ношения ортеза в течение нескольких недель, хуже того, когда в течение нескольких месяцев. Я вспомнила эти комментарии, потому что сегодня в очередной раз убедилась, что даже через две недели, казалось бы, что такого, но две недели прошло, две недели колено без движения, две недели колено в ортезе, но уже, то есть он уже начал работать над сгибанием колена, но только 40 градусов сгибания, то есть, да, казалось бы, совсем ничего, а колено уже начало как бы атрофироваться. И также, знаете, что, что мне еще так запомнилось с ним, когда я к нему пришла первый раз, когда я его, значит, он мне рассказывает всю эту историю, и он мне сказал такую фразу, говорит, ну да, я согласен, что я падал, даже не падал, я согласен, что у меня были такие небольшие пошатывания, потери равновесия, говорит, ну а что я мог сделать? Ну как бы это было и было. Я ему ничего не сказала, но про себя подумала, что, что вы могли сделать, так это вы могли начать делать упражнения на равновесие, два-три упражнения на равновесие на постоянной основе. Вот это, знаете, там могут быть любые упражнения, которые я вам показываю, которые вы, наверное, можете найти там на просторах интернета. Ну, если у человека была потеря равновесия в момент, когда он идет, как у моего пациента, то, то есть, это логично, что это должны быть упражнения на равновесие в ходьбе, да, то есть, все вариации вот той ходьбы, которую я вам показывала. Но, к сожалению, никто ему не подсказал, да, то есть, как-то так не пришлось, может, ни с кем он особо не советовался, никто ему не подсказал, что можно было это делать, и, в общем-то, он продолжал иметь потери равновесия, то есть, пошатываться, ходить пошатываясь, и в конечном итоге упал, и получил вот такой, казалось бы, глупый перелом, да, то есть, просто дома человек одевал носки стоя и упал. Он такой еще у меня на позитиве, пациент этот, он говорит, что, ну, вот, говорит, теперь я точно знаю, что носки стоя одевать нельзя. Теперь, говорит, я буду до конца жизни садиться, когда я, значит, либо обуваюсь, либо, там, надевая носки, я буду всегда теперь садиться и делать это сидя. Ну, вот такая история, конечно, я с ним еще вернусь к теме, ой, боже мой, у меня перебегают птички дорогу, караул какой-то. Канада, природа, еду по трассе, перебегают индюшки дорогу. Да, я хотела сказать, что я, конечно, как он сейчас немножко восстановится, как бы, тело пойдет лучше, я ему, я с ним вернусь, конечно, к этой теме, потерю равновесия, я ему объясню, что ему нужно делать, все это понятно, но, как бы, жалко, что, вот, в общем-то, я вот думаю, если бы человек знал, если бы делал, то, скорее всего, к этому бы не пришло. На этом прощаюсь с вами, если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, я сейчас сделала визит и, получается, вот у этого миссио у меня был последний визит, сейчас еду в свой офис, у меня сегодня приходит синдикат мой, профсоюз, у меня есть несколько вопросов ему задать. А потом у меня бассейн сегодня, хожу я один раз в бассейн, один раз в неделю. Вот, вот такие вот у меня дела сегодня. Со всеми вами прощаюсь, до следующих роликов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok